Ребята на крыше костер жгут. Прям такой очаг пламени был. ОСП не загорелось, прикольно. И из-под профнастила дым фигачит, потому что как бы это у нас все не вспыхнуло. Сам андулин прям разгорелся, вот он горит. Друзья, всем привет, с вами канал Живая Русская Баня. Меня зовут Владимир Ефремов. И сегодня у нас испытание гибкой черепицы. Давно мы хотели уже это видео снять. Хотим посмотреть, как выдерживает гибкая черепица огонь. Мы периодически ставим гибкую черепицу на крышу у бань. А у сэндвич трубы может возникнуть следующая проблема. Это возгорание сажи внутри трубы. А сажа внутри трубы горит при температуре 1000 градусов. Здесь вот есть у меня соседний дом. Там горели сэндвич трубы. Они полностью все оплавились. Там рядом была стенка из поликарбоната. Она вся оплавилась. Так вот, одним из наших партнеров строительства этой экспериментальной бани, это компания Дёки, которая предоставила нам эту черепицу. И они нас сами попросили, разожгите на ней костер. Нам интересно посмотреть, а что будет с гибкой черепицей, когда на ней разожгут костер. Что с ней произойдет. И мы специально сделали часть крыши из гибкой черепицы, часть крыши из профнастила и часть крыши из андулина. И сейчас мы на всех этих кровельных покрытиях будем разжигать костер. У нас сейчас испытывается сэндвич труба лава. Мы из печки достали угли. Вот полное ведро углей набрали. Вот смотрите, ведро горячее. И гибкая черепица сверху подплавилась. Ну ведро очень горячее, конечно. Подплавилась. Сейчас мы угли высыпаем на гибкую черепицу. Угли высыпали. Сразу же подготовили дрова и подготовили огнетушитель на всякий случай. Есть у нас кора березовая. Есть полежки. И жгем костер. Самим интересно, что будет. Сын меня просил это видео не снимать без него. Тот же залез на крышу. Вместе с нами хочет посмотреть. Долго мы не могли это видео снять, потому что ветра очень сильные были. Ветер сильный боялись разжигать. Сегодня тоже ветер, но гораздо меньше. Все, костер у нас разгорается. А, дымит сильно. Нам надо, чтобы прям огонь был. Дрова сосновые, сухие, должны сейчас хорошо разгореться. Тем более на углях лежат. Я представляю, что сейчас соседи скажут, когда будут мимо проезжать. Многие не знают, что мы здесь экспериментальную баню построили. Сейчас кто-нибудь здесь, наверное, поедет. Глаза по пять копеек будут. Ребята на крыше костер жгут. Скажу, психушку лишь бы не вызвали. И лишь бы пожарные с квадрокоптером здесь нигде не летали. Ребята, у нас уже костер здесь горит 10 минут. Я смотрю, здесь черепица уже поплыла. Мне интересно, что там дальше внизу под черепицей будет происходить. Никогда огнетушителем не брызгал. Первый раз. Аж самому интересно. Чека выдернута. Все, мы потушили. Сейчас будем отсюда это все сметать. И посмотрим, что у нас произошло с самой черепицей. Смотрите видео дальше. Дальше будем еще поджигать на профнастиле и на андулине. Видео-огонь сегодня вообще будет. Вот, ребят, мы сейчас все угли убрали. И смотрим, что у нас здесь произошло. Получается, сплавилась сама черепица. Здесь вот волокна, это, видимо, то, что у нее находится внутри, у этой черепицы. Поплавился подкладочный ковер. И почернело ОСП. Но ОСП не загорелось. Считайте, мы жгли минут 10. Потом затушили. Здесь еще были угли. Потом мы эти угли отсюда убирали с крыши все. Наверное, минут 15 здесь прям такой очаг пламени был. А ОСП не загорелось. Прикольно. И еще, что я обратил внимание, когда мы вот это вот все потушили, сверху деревяшки, вот эти вот угли опять загорелись, пока мы это все убирали. А сама черепица горение не поддерживала. Она не горела. Снять не успели, потому что быстро-быстро отсюда все это хозяйство убирали. Сама черепица горение не поддерживала. И вот где был самый-самый очаг пламени, это вот это вот место. Вот здесь вот она проплавилась. А вот это вот место, получается, вот этот вот гонт. Здесь даже вот гонт еще целый. И подкладочный ковер остался целый. Гибкая черепица вот так вот отработала. Дальше смотрим. Сейчас на профнастиле разожгем. Игорь уже пошел углей набирать. А потом на андулине разожгем. Лишь бы на магнитушителя хватило. И сейчас разжигаем на профнастиле. Сначала так же высыпаем угли. Ложим в бересту. И накладываем полешек. В принципе, что профнастил, что металлочерепица, они все делаются из одного металла. У нас, можно сказать, испытание сразу же двух материалов. Металлочерепица и профнастил. Засекаем сейчас опять 10 минут. И потом смотрим, что стало с профнастилом. Разожгем получше. Ребят, только успели поджечь и начать снимать квадрокоптером. Вот то, что мы сейчас вам кадры показывали. Быстро посадили квадрокоптер, потому что надо было на камеру писать. Смотрите, из-под профнастила пошел дым. Мы сейчас в чердачном помещении посмотрели. Там обрешетка начала шаять уже. Если здесь мы жгли 10 минут, и потом еще минут 5 здесь угли были, пока мы их скидывали. Здесь мы жгем буквально 5 минут. И из-под профнастила дым фигачит. Уже обрешетка нижняя загорелась. Так что я сейчас это хозяйство тушу. И погнал в это, в чердачное помещение. В чердачном помещении, наверное, тушить надо будет. Нет, подожду, слушайте еще немного. Всё, спасибо. ребят в общем смотрите я сейчас все угли скинул горела здесь где-то минут 10 потом я быстро это все убрал потому что у нас из-под профнастила пошел дыма там проблемно бы было затушить быстро это все убрал получилась какая ситуация смотрите то место на котором у нас был костер полимерное покрытие выгорело металл нагрелся и от этого металла нагретого снизу стала загораться обрешетка она начала загораться буквально уже через пять минут если здесь мы на гибкой черепицы 10 минут жгли и и у сп даже не загорелась то здесь через пять минут под профнастилом начала загораться обрешетка мне вот сейчас шуруповерт принесли мы сейчас профнастил открутим и посмотрим что у нас стало под профнастилом так открутил заглядываем под низ вот смотрите полностью я не задеру смотрите обрешетка загорелась она обуглилась начала дымиться обрешетка загорелась еще бы если бы буквально минуты две три пожог то у нас бы она вспыхнула сто процентов потому что у нас здесь сделан вент зазор по которому идет поток воздуха а здесь дерево очень сильно нагревается и за счет вот этого вот потока воздуха нагретого металла и обугленного дерева у нас бы обрешетка вспыхнула сто процентов не стали мы этого дожидаться потому что проблемного было тушить но страшно что мы здесь костер большой разожгем как бы соседские дома не поджечь в общем вот так вот отработал профнастил и как мне кажется самое страшное сейчас будет на андулине андулина если честно вообще терпеть не могу эта бумага прессованная с битумом посмотрим что сейчас будет на ней поставим также короб заложим туда угли подожгем и огнетушители в руках будем сразу же держать потому что как бы это у нас все не вспыхнуло погнали дальше смотреть будет классно ребят принесли мне еще угли нас квадрокоптер снимает еще сверху сейчас разжигаем на андулине боюсь этого капец опять берем бересту полешек все разожгли я смотрю андулин уже потек попробуем хотя бы пять минут подождать правда если он у нас не провалится вместе с углями туда в чердак посмотрим посмотрим что сейчас будет с андулином если гибкую черепицу 10 минут жгли профнастил примерно 5 и обрешетка начала загораться то здесь вот сейчас буквально две-три минуты прошло андулин плавится в принципе гибкая черепица тоже плавилась интересно андулин будет огонь поддерживать да андулин горит сам андулин прям разгорелся вот он горит ребят андулин горит вовсю я боюсь что он сейчас провалится в чердачное помещение у нас под этим местом утеплено опилками и как бы у нас там не загорелась я все начинаю его тушить 5 минут прошло он сейчас рухнет туда вниз все я тушу это хозяйство а у нас огнетушитель кончился подожди на чём тушу а мне кашите все равно надо кастовая книгушитель еще один кое-как ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все соседи собрались, короче, тушили то, что произошло после андулина. Если у нас гибкая черепица продержалась 15 минут вместе с углями, с огнем, а вов-настил продержался 10 минут, 5 минут он горел, потом мы его тушили. Андулин уже через 3 минуты загорелся и весь вовнутрь в чердачное помещение рухнул. Бегали, тушили всей толпой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, я тут сбегал, переоделся, потому что был весь грязнющий. Весь процесс снять не смогли, но у нас здесь сейчас был вообще полный трэш, забрался, весь поселок помогал тушить. Баня горит очень быстро, ой, очень, пожалуйста, я аж заговариваюсь, пожалуйста, заблюдайте пожаробезопасность в бане, это просто трэш какой-то. Смотрите, вот в этом месте, где у нас был Андулин, мы костер на Андулине развели, и он буквально через три минуты провалился вовнутрь в чердачное помещение. Начали его тушить, он туда вовнутрь провалился, а внутри у нас вот эта вот часть как раз была утеплена опилками, и вот эта вот часть стены тоже была утеплена опилками. В это же время, пока мы на крыше эксперименты делали, мы испытывали еще и дымоходы. У нас печка топилась, и внутри бани было 120 градусов, баня разогретая внутри была. И вот эти вот угольки попали на опилки, на стружку, они вспыхнули вообще просто как порох. Мы тут бегали, тушили, ведрами, огнетушителями, чем только не тушили. Притащили шланг, а у нас здесь в поселке электричество отключили, и шланга не могли поливать. В общем, ведрами носились, носились, тушили, тушили. В общем, выгорели у нас опилки. Горят они, конечно, вообще жесть как. На чердаке все опилки, какие были, выгорели. Вот мы сейчас вагонку внутри разобрали. С щитом полностью вытащили, она вон все еще тлеет. И здесь, в бане у нас, получается вот этот вот угол, как раз над андулином который. Тоже, видите, весь выгорел. Бегали, тушили, сейчас все будем дальше заливать, проливать все это хозяйство. Потому что дерево может долго шарить, печка у нас еще горячая. Ну, хорошо мы трубы испытали, их сейчас только снять нужно и посмотреть. Вот такая вот штука у нас тут получилась. И смотрите еще, у нас вот здесь же на этом месте была не фольга, а утеплитель белый с фольгой. Смотрите, он весь расплавился, стек. А вот где обычная фольга, обычная фольга, в принципе, целая осталась. Это мы ее здесь уже разрывали. А вот в этом месте опять был вот этот вот утеплитель белый, он здесь тоже сплавился весь. Вот такой вот трэш у нас получился. Показали вам, как может загореться баня. Не забываем палец вверх поставить, на канал подписаться, поддержать всех наших партнеров внизу в комментариях. Ставим палец вверх. Пока. Пока.